Путин пытается свой маленький крестовый поход, не маленький даже, но свой личный крестовый поход против Запада начать. Вы согласны с такой оценкой? Я очень много общаюсь с украинцами, и я очень пытаюсь их разубедить в том, что они вот так носы повесили многие из-за того, что БРИК состоялся, столько лидеров приехало. Я им всем объясняю, ребят, все это уже было. Я был ранним ребенком, я очень хорошо помню вот это советское время, и у меня папа с мамой были активно политически все это обсуждали. Значит, слушайте, это все уже было. Уже собирались все те, кто вот за воротами какого-то цивилизационного развития, уже все они возглавлялись вот этой советской империей, как сейчас Путин пытается снова все возглавить, правда у него не получается, потому что даже прямо вот в ходе общения видно, что, в общем-то, Китай себя не ставит больше на какие-то, знаете, позиции каких-то там младших братьев или чего-то такого. Значит, их не устраивает это. Они приехали на свою заправку бензинщика, залитие и газы. Значит, поэтому здесь, как и Минтерн, не получится, потому что и крестовый поход не получится, потому что эти все люди в крестовый поход с Путиным не пойдут. Потому что сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня у Китая крупнейший торговый партнер – это Америка, а не Россия. Россия для Китая, еще раз, это заправка сегодня. Это то место, где можно по дешевке взять ресурсов. А взамен подарить Путину бусы, как обычному такому нормальному вождю папуасскому. Вот тебе бусы в виде, значит, наших каких-то более или менее добрых слов. Ну, кстати, слова-то были все в основном нейтральными, если мы вот так разберем выступления, все те, которые там были, я их все очень внимательно слушал. Не было там никакого оголтелого, знаете, признания любви к Путину. Ни с чьей стороны, ни разу. Все те, кто приехали, все сказали, что должен быть мир, что война должна быть прекращена, что устав он должен соблюдаться, бла-бла-бла. Значит, соответственно, никакого прорыва или рывка у Путина с этим всем не случилось. Он ввалил огромных денег не только в организацию. Те 25 миллиардов рублей, которые он потратил на само по себе мероприятие, это такие слезы по сравнению с теми убытками прямыми, которые Россия получит из-за того, что вот из этой псевдодружбы, псевдодружбы, Россия сегодня понесет колоссальные убытки, которые она приобретет после того, как она выполнит свои обязательства, которые взяты в ходе подготовки всех этих встреч. И ведь Путин же уже газ отдает Китаю вообще почти даром. Соответственно, все остальные на это глядя понимают, что это такие профиты для страны, что а что бы не съездить к этому Путину. Поэтому это все говорит совершенно не о том, что его кто-то любит. Это все говорит о том, что у России еще пока осталось что-то, за что можно кого-то покупать и притаскивать к себе. Но они не встанут плечом к плечу с Путиным воевать против Америки. Извините меня, дочка Си Цзиньпина живет не в России и отучилась на нем ГИМО. Она отучилась в Гарварде и живет в Америке, работает там. Поэтому с Америкой он воевать не будет, и никто из них не будет. Ну, почему? Может быть, Северная Корея и будет. Северная Корея, мне кажется, это такой, знаете, вот помните клип Джорджа Майкла о Гуд Паппи, да, про Тони Блэра, который якобы был щеночком, значит, Джорджа Даблью, там, Буша, да. Значит, вот мне кажется, что если это было так, то это был Гуд Паппи, да. А вот это вот злой такой Паппи при КНР такой вот этот вот наш. Я почему-то что-то не думаю, что, вы знаете, Ким Чен Ын может, не санкционировав с Си Цзиньпином, начать, например, ядерную войну с Южной Кореей. Ну, вот как-то мне не верится. Потому что, слушайте, ну, там зависимость же колоссальная, бешеная зависимость от Китая. Там, если просто Китай завтра скажет нет, то, например, ну, у Ким Чен Ын просто встанет страна. Нечего будет есть, нечем заправляться. Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что там такая... Сложная игра идет. То есть, когда нужно, Ким Чен Ын делает вид, что он абсолютно самостоятельно ведет себя и делает это не потому, что ему разрешают это или не разрешают из Пекина, а вот потому, что он сам такой из себя крутой. А Пекин тоже, на мой взгляд, обратите внимание, он очень часто пытается как бы дистанцироваться от Северной Кореи, потому что, ну, трудновоспитуемый такой вот подросток у меня имеется. Ну, что с ним поделаешь? Я иногда там не могу его унять. Вот творит все, что хочет. А когда нужно, я думаю, что очень даже эффективно Кимы из Пекина могут контролировать. Вот у меня такое личное ощущение. Да, очень похожая аллегория с подростком. Мне очень понравилось. Прямо вот так оно и есть. Потому что, да, иногда попенять можно, что он неуправляемый, иногда ему же ремня показать, и он все делает, что нужно. Ну вот, а что касается Ирана, там тоже, наверное, не все так просто. Потому что мы же видим, в Иране молодежь настроена совершенно не антиамериканская. Вот я не знаю, видели ли вы, я с удовольствием посмотрел. Да, видел. С огромным удовольствием смотрю на иранскую молодежь. Более того, я когда жил в Париже год и учился там, у меня учились иранцы со мной. Я от них знаю, что такое страна Иран. От них я знаю, что иранская молодежь в 90% случаев поддерживает совершенно не айетол, а как раз оппозицию. И поэтому, собственно говоря, да, здесь просто вопрос времени, когда вот отомрут. Говорят, кстати, приболел этот каменейтер. Может быть, лаз сжалится над миром. И говорят, что у него онкология в достаточно продвинутой, скажем так, стадии. И там уже думают над тем, а кто его сменит, кто будет следующим лидером Исламской Республики. Там же вот эта позиция лидера Исламской Республики, друзья, это я к зрителям обращаюсь, это не фигура речи, это вот просто должность, прописанная в Конституции. Президент – это человек рангом ниже. А самое главное – там вот рахбар, как говорится по-прежнему. Я-то хотел сказать, что вот я после того, как Израиль совершил авиационный рейд на Иран, появились видео… Аккуратненький такой рейд, Евгений Алексеевич. Аккуратненький такой рейд, да. Но меня поразили вот эти маленькие видео, которые выкладывали в иранском сегменте интернета пользователей из Ирана, и там видно, как молодежь бурно и позитивно реагирует на вот эти прилеты ракет по военным объектам. Типа говорят, правильно, так их, ура. И там еще было очень много разжарования, потому что очень многие ожидали, что они ударят, что называется, по центрам принятия решений. Они прям все молились за то, чтобы какая-то ракета попала в голову этому рахбару и всем его остальным подельникам. Наверное, некоторые наши слушатели, наши зрители говорят, ай-яй-яй, как же не стыдно быть такими непатриотичными. А вы знаете, я по поводу молодежи вам расскажу следующее. Я брал специально первые курсы последние 3-4 года в России, в разных университетах, в которых я работал. А работал я в Ранхиксе и в Башкирском госуниверситете. И вы знаете, они точно такие же, как их иранские молодые, вот такие же сверстники, которые там сейчас находятся. Потому что у них, понимаете, у них уже вовлеченность совершенно другая в мир. Они уже живут не на границах своей страны. У них у каждого на их соцсетях друзья из кучи разных стран. Они вот в эту свою доту играют или там во что они играют. А у них игроки из сотни стран одновременно в игре находятся. И они уже не чувствуют вот того, что раньше, может быть, мы чувствовали, потому что нас-то так растили, что вот там они за пределами советской страны, наши великые, они плохие и злые, а мы тут внутри хорошие. Они-то их знают все там по этим играм, по соцсетям. И поэтому, собственно говоря, они не делятся вот на страны, они делятся на страты скорее. И вот люди, которые, например, вот учились у меня, они, да, потом, когда я познакомился с теми, кто из Ирана приехал, абсолютно те же повадки, абсолютно такие же стремления, на самом деле. И стремления у молодежи всегда, конечно, для них... Это же, как правило, еще и поколение людей, которые уже не знают каких-то страшных вещей. Там, послевоенного, я имею в виду Вторую мировую войну, голода, например, или там советской вот этой нашей нищеты, да, вот этого вот колбасы, там, которые, за которой надо три часа стоять. А у них уже все-таки по, значит, масло никаких пирамид не рисовал, но ладно уж, ему это приписали. Вот по этой пирамиде у них уже гораздо более высокие запросы, и там свобода уже один из важнейших их запросов. Что в Иране, что в России. Поэтому тут вообще не про патриотизм речь. Они при этом могут быть патриотами, но желают смерти своему Хамминеи, потому что понимают, что он блокирует им свободу. Он не дает им таких стандартов жизни, которых они хотят для себя. Поэтому здесь совершенно не про патриотизм история. А у вас нет ощущения, что таких молодых людей в России не так уж много? Или все они поуезжали в последнее время? Я тоже переживал об этом, я поэтому вот такой эксперимент сам над собой провел и три года подряд брал именно перво шеи. Смотрел на то, как они меняются или не меняются, как их воззрения меняются или не меняются. Может быть, конечно, маловато, или может быть, мне так везло с группами, я преподавал по два часа пиар и философию, и, соответственно, может быть, мне так везло, что у меня что в Ранхиксе, что в Уфе у меня были студенты, среди которых вот таких людей я видел много. И я же не то, что смотрел на них, я с ними общался, я зачеты принимал. Я постоянно какие-то игровые формы внедрял у себя, чтобы им было не скучно, потому что они сейчас очень клиповые все. Если бубнить два часа подряд одно и то же, они не слушают сейчас уже. И, соответственно, вот поэтому приходилось с ними общаться много. И нет, в основном ребят все-таки вот с такими взглядами. Там вот таких ура-патриотов. Но вот за последний свой год, помню, одна такая девочка была, которая вот прямо у нее Путин, Единая Россия. Ну, потом, правда, выяснилось, что она дочка какого-то бонза Едино-Россовского. Ну, собственно, на этом вся история и заканчивается. Ну, откуда берутся волонтеры, которые вроде бы от всей души собирают деньги, покупают машины? Это карьеризм, Евгений Алексеевич. Это карьеризм, это цинично люди это делают. Вот те, которым по 17, которые первокурсники, они еще не хотят прям вот все продать, лишь бы, значит, это самое, я имею в виду совесть родителей, убеждения, лишь бы иметь какие-то успехи, да, на карьерной лестнице. А вот те, которые постарше, да, вот они уже начинают понимать, что в России так, либо ты перед барином танцуешь ГПК так, как он скажет, либо ты находишься на задворках. И они, в принципе, многие вот готовы вот такого ГПК плясать, изображать эту всю поддержку. При этом совершенно, слушай, я так часто разговариваю с людьми, которые вот формально поддерживают, делают какую-то гнусную работу, а потом что-нибудь так мне начинают писать, что старик, да мы же за тебя, да ты прям молодец. Вот жалко, я так не могу. Я говорю, а, кстати, почему не может? Ну, понимаешь, вот у всех одна и та же песня. Меня же выгонят, а у меня тут жена, тут любовница, тут еще, тут еще. Вот у всех один и тот же рассказ. Это уже не один и не два раза. Тут у меня уже репрезентативность. Сотни людей мне эту историю рассказали, одну и ту же. Поэтому здесь только меркантильный интерес. Нет там ничего в душе такого патриотичного и пропутинского в этом пропутинском большинстве российском. Ну, хорошо. Давайте обратимся к событиям в Украине. Ведь вы, насколько я понимаю, за всем там происходящим и на фронте, и в тылу, и на войне, и в политике следите внимательно, не так ли? Да. Как вам последнее предложение, которое публично озвучил Владимир Зеленский, а именно предложение к Индии принять деятельное участие в регулировании войны, в мирных переговорах? Это предложение неспроста прозвучавшее, я в этом уверен, поскольку я видел поначалу такую эмоцию злую у Владимира Александровича на объятия моде и Путина. И было видно, что это, в общем-то, действительно такая ярость искрення. И то, как сейчас, это действительно вчерашний этот разговор, я внимательно его слушал, и там уже совершенно другая эмоция. То есть это значит, что они о чем-то поговорили, что они нам с вами пока не рассказали, но это что-то, что какой-то сдержанный оптимизм начало вызывать у Зеленского. Потому что всем понятно, что уже практически выдохлись обе стороны. Всем понятно, что каким-то образом остановиться это должно. Всем понятна позиция Украины, которую он и вчера, кстати, тоже озвучивал, о том, что просто заморозить он не может, потому что это значит обречь свой народ на новую войну. И, скорее всего, он прав, наверное. И, соответственно, где нарисовать ту черту, которую устроят обе стороны хотя бы временно? Это очень непростой вопрос, и я склонен, наверное, согласиться с Зеленским, наверное, в моде тот человек, который может помочь эту черту провести. Потому что Индия, она вся из таких черт состоит. Там так много противоречий внутренних, внутри страны, с соседями многочисленными. И страна-то живет, и страна как-то так или иначе развивается. Я бывал там, был там не одну неделю, в общем-то, провел, и поездил, и посмотрел. Слушайте, там много чего есть впечатляющего. И люди там, в общем-то, я так понимаю, все-таки в основном с оптимизмом смотрят на все то, что происходит. Поэтому дай бог, дай бог, если будет такой вот человек обустраивать вот эту челночную дипломатию, потому что в этой ситуации уже какой-то живчик типа Киссинджера уже не годится. Здесь нужен какой-то восточный, вкратчивый, компромиссный, такой вызывающий доверие у всех какой-то человек. И моде, мне кажется, вполне себе такой человек. Ну, во всяком случае, все-таки мы должны помнить о том, что Индия все-таки одной ногой стоит в западной цивилизации. Не правда ли? Да, конечно, конечно. Они сращены с западной цивилизацией даже элементарно многочисленными семейными связями, экономическими связями, вот этими колоссальными. Поэтому ему-то и проще разговаривать. То есть, когда ты разговариваешь, и у тебя есть еще и, там, даже какие веревочки подергать в экономическом смысле, то это же как бы в два раза лучше, чем когда просто разговаривать. Ну, хорошо. А каковы, на ваш взгляд, могут быть компромиссы? Вот компромиссы будущего мирного процесса, если когда-нибудь он сможет стартовать. Ну, смотрите, сейчас, наверное, об этом говорить рано и бессмысленно, потому что мы видим, что Россия по-прежнему занимает такую жесткую абстракционистскую позицию. Да, мы готовы вести переговоры, но там на определенных условиях. Да, мы требуем, чтобы закончилась демилитаризация, деноцификация. Мы хотим, чтобы из четырех областей Украины были выведены из тех областей, которые мы замоевать не смогли. Но мы требуем, чтобы их нам отдали. Не говоря уже о Крыме, да. Это все выглядит пока что как варианты ультиматума. Но если дойдет дело до каких-то содержательных мирных переговоров, мирные переговоры без компромиссов не бывают. Где-то придется что-то уступать. Какие границы этих компромиссов, на ваш взгляд? Здесь, на самом деле, Путин может делать все, что хочет, потому что его население уже даже в опросах, которые придворные путинские социологи проводят, согласны уже на хоть какой мир. Это говорит о том, что на самом деле, значит, не 50%, а подавляющее большинство находится на этой позиции, потому что боязнь социолога в России не мне вам рассказывать, что это такое. Значит, соответственно, здесь вопрос в том, где согласится Зеленский. Точнее, даже неправильно говорит Зеленский, потому что в Украине, как я уже начал чуть выше говорить, общество сформированное практически, правильно практически, по демократическим канонам. Зеленский зависим от своего общества. Зеленский зависим от мнения населения. И, соответственно, он, прежде чем согласиться на какой-то вариант, он, конечно, должен будет очень серьезно взвесить, а согласятся ли люди, с одной стороны, уставшие от войны, с другой стороны, не желающие отдавать Путину чего-то, за что они уже пролили столько крови. Соответственно, я думаю, что там, наверное, будет какой-то такой хитрый, опять-таки, наверное, восточный вариант в том, на что они согласятся. Во-первых, это не будут прямые переговоры, я думаю, так. Я думаю, что это все-таки будут разговоры через третью сторону, возможно, через Индию. Значит, и, соответственно, с какими-то гарантами, да, выступающими с одной и с другой стороны, которые будут следить за тем, что если ты не выполнил, Владимир Владимирович, то, значит, мы поставим все дальнобойное оружие мира Зеленскому, например, да. А с другой стороны, то есть вы понимаете, о чем я. Значит, соответственно, и, наверное, вот в этих вот непрямых переговорах будут какие-то формулировки, что-то вроде бы отложить вопрос на много-много лет, например. Или что-то такое очень неконкретное, мне кажется, как будто бы. То есть, скорее всего, это будет что-то близкое к заморозке текущего положения, но, наверное, с какими-то проговорами того, чтобы это не началось заново, во-первых. И во-вторых, чтобы каждая из сторон смогла сказать, что нет, мы не согласились ни на какие уступки, мы согласились на какой-нибудь там условно отложенный статус или на пересмотр этого статуса в какое-то ближайшее время. Я думаю, что там какие-то такие варианты прорабатываются. Именно, знаете, я какую-то увидел надежду на позитивный сход в глазах Зеленского, который, наверное, не согласился бы на что-то, что для него было бы ну вот таким репутационным перед глазами народу Украины ударом. Нам сейчас все-таки очень трудно судить о том, в каком реально состоянии находится украинское общественное мнение. Согласитесь, что ведь есть фактор войны, и есть фактор душевных травм, которые люди понесли на разных уровнях. На уровне национального достоинства, национальной гордости украинцев. Так, она была, безусловно, оскорблена, попрана. У каждого украинца, наверное, есть своя история сегодня. Личных бед и даже трагедий. И это накладывает колоссальный отпечаток на отношение людей к тому, что вот подождите, какой мир, говорят многие. Вот с этими мир, вот как мы с ними можем садиться за стол переговоров? Они же преступники и убийцы. Они разрушали наши города, они убивали наших мирных граждан. Это люди, на совести которых там Буча, Ирпень и другие города, где они устроили резню мирного населения. И как? И как с ними договариваться? Но с другой стороны ведь... Вот именно поэтому я думаю, что все-таки переговоры будут через третьи какие-то стороны вестись. Во-вторых, по поводу того, что мы не знаем общественного мнения в Украине. Знаете, Евгений Алексеевич, я так удивился, приехав туда вот в феврале, и с тех пор я там бывал не раз уже и не два, и там так легко работать журналисту. Я был удивлен этому, поскольку я думал, что это же страна, которая находится в состоянии войны. Я человек с паспортом гражданина, той страны, которая напала на твою страну. Я вообще думал, что со мной вообще никто не будет разговаривать. А со мной все разговаривали, и все говорят открыто, и все высказывают свое мнение. Поэтому все-таки, наверное, мнение украинцев узнать гораздо легче, чем мнение россиян. Давайте начнем с этого, потому что еще раз, там более здоровое общество, даже несмотря на все уродства, которые... Ростислав. Не знаю, не думаю, что это везение, потому что это много раз повторившаяся уже история. Дай бог. Нет, вы знаете, вот мне лично приходится регулярно сталкиваться с тем, что... Ну, я человек родом из России, я даже не живу в России много лет, но я не могу отречься от того, что да, человек, я с русскими корнями, и корни мои, в том числе в русской культуре, родной язык мой русский. Мой канал смотрят русскоязычные люди. И в России, и за ее пределами. Ну вот, например, многие украинские потенциальные собеседники отказываются говорить со мной по-русски, хотя я вежливо прошу пойти мне навстречу. А некоторые отказываются в принципе потому, что не хотят разговаривать с человеком российского происхождения. Я их отлично понимаю, не жалуюсь, не пытаюсь... Ну, наверное, все-таки, Евгений Алексеевич, наверное, все-таки ваши собеседники... Ваши собеседники, наверное, все-таки это бомонд в основном, это политический бомонд, я думаю. И, конечно, эти люди, наверное, всегда думают о политике, о каких-то своих личных электоральных перспективах, о том, что сейчас прилично или неприлично говорить или делать. Но все-таки я общался в основном... Это и по фильмам моему видно, и по другим фильмам. Я общался с людьми в основном вот с простыми, просто на улице, просто в каких-то местах. А если я общался с кем-то, не знаю, депутатов, то, кстати, достаточно редко натыкался тоже на отказы. Поэтому, ну, может быть, давайте спишем на то, что мне где-то повезло. Но вот, может быть, еще... Некоторые мне говорят, что ты же не русский, поэтому к тебе относятся никак к русскому. Может быть, то, что я башкир, это как бы дает определенное преимущество мне в этом смысле. Возможно, нельзя это исключить. Как вы думаете, сколько еще продлится война? У меня есть поганое ощущение, что еще достаточно много месяцев она продлится. Не лет, скорее всего, потому что на лет уже не схватит ресурсы ни у одной из сторон. Но все-таки вот я сейчас не просматриваю какого-то повода для ее завершения. Одно время, знаете, у меня были инсайды из Москвы, там люди близкие к власти ходили счастливые, что вот все уже все со всеми договорились, сейчас будет заморозка конфликта там на почти всегда. И вот как-то все прям уверенно об этом рассказывали. Но потом, как, кстати, и раньше, когда начинали ходить слухи о том, что вот сейчас все со всеми договорятся, там возникали какие-то кошмарные вещи, там был Ахмаддид, потом был Курск, соответственно, как логичный ответ, как перенос войны на территорию агрессора. И, соответственно, вот сейчас я таких вот разговоров уже не слышу, и есть ощущение, что они будут бодаться еще долго. А каждый день боданий – это смерть, кровь, слезы. Вот это вот все. У нас чуть больше недели остается до выборов в Америке. Вы, конечно же, следите за тем, что там происходит. И, может быть, у вас есть прогноз, чем это все закончится? Вы знаете, я один прогноз удачно сделал по теме американских выборов. Когда они остановились на Камале Харрис, я тогда кому-то пообещал в эфире что-то проспорить, если Камала не догонит Трампа по популярности. А там у него было достаточно хорошее отставание такое. Она догнала, но потом я ошибся. Я думал, что она его чуть-чуть обгонит, и в этом состоянии и завершит выборы. Потому что я все-таки думал, что свежесть, молодая, красивая, не восп, впервые женщина. И я много на это сделал такого надежды. Но я сейчас понимаю, что они не оправдались. И поэтому я бы предостерег сам себя от прогноза. Потому что я думаю, что там сейчас реально ситуация ровно 50 на 50. Там опять так вот как-то сложилось. Но, собственно говоря, это говорит все-таки, конечно, о кризисе электоральной американской системы. Потому что когда из выборов выборы они подходят вот с этим результатом 50 на 50, то это, грубо говоря, говорит о том, что разницы между ними население не видит. Можно за того, можно за этого. И вот гадай, не гадай, все равно получится по итогу 50 на 50. Закон больших чисел сработает. Если разницы нет, то всегда будет 50 на 50. Ну и поэтому вот, конечно, ну она такая вот американская эта система, да, сдерживкой противовесов внутри элитарных. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы была Камала. Потому что все-таки мне лично, мне это ближе. Я терпеть не могу риторику Трампа. Я не верю ни одному популисту. Я считаю, что все они негодяи. Потому что человек, который может от негабанного вот так врать, как это делает Трамп, ну уж лучше пусть как Камала. Иногда она какой-то ответ просто не знает. И уходит одного из него. Или говорит, что она не знает. Или смеется в ответ. Но это лучше, чем когда человек врет. Когда у тебя человек враль у власти, такой стороны, от которой зависит все во всем мире, в значительной степени, ну тогда, значит, ничего хорошего это не принесет. Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы победила Харрис. Есть хороший мемчик такой. Обратило внимание, там сидят Зеленский и Остин, спиной, по-моему, Буданов. И на столе кто-то приделал ядерную бомбу такую, типа фатбоя, типа того, что бомбили там, значит, Хиросима и Нагасаки. И Остин якобы спрашивает, блин, мужики, откуда? Зеленский ему отвечает, старик, не поверишь. На даче у тещи Кравчука нашли. Лежала так. Я вот что-то такое, знаешь, допускаю вполне. Потому что, ну, слушай, украинцы всегда были люди запасливыми. И, знаешь, в этом смысле хозяйственным предусмотрительными. И чтобы кто-то чертежики не припрятал, чтобы кто-то не припрятал частички, какие-то запчасти от нужных вот этих вот штуковин. Да я в жизни не поверю, что это так было. Потому что, слушай, ну в каком-нибудь дни сидел какой-нибудь умный дядька взрослый, который смотрел на 20 лет вперед. Тем более, что уже тогда в России отдельные недоумки начинали все это пропихивать. И поэтому я думаю, что, наверное, это тоже как-то где-то может обсуждаться. Ну, я раньше, знаешь, обратила внимание на высказывания Зеленского по поводу всех этих наших внутренних историй. Ты, наверное, тоже наслышан. Прокуроры, какие-то там сэки, там тети, которые под кроватями прячут какие-то доллары по 8 миллионов. Вот он сказал совершенно конкретно, что он не ждет конца войны и открывает второй фронт против внутреннего врага прямо сейчас. И мы посмотрим, как это будет, потому что он сказал, что он будет бороться, я цитирую, с наглостью людей, в том числе и прокуроров. Но вот мне кажется, что, правда, не надо ждать конца войны, ты знаешь, потому что чего люди всегда жаждут, это социальной справедливости, независимо от того, мир на дворе или война. Наташа, ты знаешь, я, когда вот началась эта история, да, и когда я увидел дикое количество каких-то непонятных мужчин, которые приехали из Украины, у них у всех Porsche Panamera, и у них у всех, значит, вчера они купили там два особняка, завтра добавили к ним еще три, у меня вот было такое, знаешь, ощущение такое немножко неприятное. Я думал, неужели? Ну вот так легко будут смотреть власти Украины, новые на тот момент еще пока власти Украины, на то, как страну расхищают и убегают люди, те, которые должны были бы ее защищать. Очевидно, это представители элит, очевидно, это богатые люди, очевидно, свое богатство они сделали не так давно, из чего можно сделать вывод, что это богатство, возможно, коррупционное. И, соответственно, некоторые из них такие, знаешь, с бегающими глазками, такими типичными для чиновников всего мира, такие вот, знаешь, вороватые глазки. И очень хорошо, что Зеленский решился на этот второй фронт, на самом деле не сейчас, он это начал делать сильно раньше. Вот тогда, когда он расковырял палкой там вот этот улей судей, вот я думаю, что тогда вот это решение, вот этот Рубикон тогда перешел, вот как тот самый Цезарь, и понял, что если он сейчас эту гидру не победит, тогда, соответственно, ему воевать там нечем будет. А самое плохое, что американцы и европейцы ведь тоже видели, что варья там полно, туда убегает из Украины, еще с этими, знаешь, этими гаденькими лозунгами, такими, знаешь, которые они повторяют как мантру, что мы украинцы, мы за все такое хорошее. Слышь, а что ты тут делаешь? А откуда у тебя четыре Панамеры и пять дворцов, когда ты работал замминистром чего-нибудь? Вот интересный вопрос. Нет, здорово, здорово. Я думаю, что это, конечно, тоже американцы это ценят. Для них, потому что, понимаешь, для них нет маленькой коррупции, большой коррупции, своевременной коррупции, несвоевременной коррупции. У них есть к этому отношение плохое в принципе, потому что они через это все уже прошли. У них все эти ребята, все эти Стэнфорды, все когда-то тырили деньги на госконтрактах, на строительстве железных дорог, всего остального. А потом им объяснили правила, им сказали, что кто будет тырить дальше, того будем сажать. Потому что, как бы, если не тырить, а как бы работать по нормальным капиталистическим правилам, вы и заработаете много, и при этом страна будет мощно развиваться. А не при коррупционной ренте, как когда в России, когда, знаешь, там сегодня, я уж не знаю, там даже сейчас, какая коррупционная добавленная стоимость ко всему, потому что сейчас над любым рублем стоит большой чиновник, или маленький чиновник с палкой, и бьет по голове тому, кто пытается, значит, не поделиться с ней. И, соответственно, если Украина бы жила так, то она бы войну не выиграла. А она сегодня выигрывает в этой войне, потому что у нее по-другому, потому что у вас есть гражданское общество, потому что у вас контроль гражданский есть, потому что за всеми этими ворами с панамерами у вас там очень внимательно смотрят. И даже если панамера записана на внучшего дедушку, или там еще кого-нибудь такого, знаешь, этого вот племянничка какого-нибудь, у вас это моментально замечается, и вытаскивается человек за ушкода на солнышко, невзирая на его регалии. И это очень правильно, это единственный правильный подход. То, что Байден не хочет сейчас давать разрешение на дальнобой, это связано с тем, что они не хотели бы давать карты в руки Байдену, которые бы это использовали следующим образом. Вот, Америку втягивают в Третью мировую войну. Рамку, да. Да, посмотрите на Байдена и на Харрис, все, что не могут, это привести мир к апокалипсису и так далее и тому подобное. Издание The Guardian пишет о том, что Байден может пересмотреть в рамках последних несколько месяцев, которые ему остались еще у власти, пересмотреть роль, скажем так, Украины в НАТО. Пишут, говорят даже о том, что может последовать приглашение в НАТО. Я не знаю, насколько это возможно с технической точки зрения. Есть страны, которые с этим не согласны. Эти страны в Европе, это Германия, это же Словакия, это Венгрия, мы об этом даже не говорим. Но вот эта история, которая касается дальнобоя и возможного приглашения в НАТО. Хочу спросить... По поводу НАТО можно, Юрий? Я прям вот... Это просто очень важно. Наши с вами зрители должны это понимать. Слушайте, нет никаких технических условий по вступлению в НАТО. Вот просто поверьте, я работал год в этом ООН, я знаю, как работает международная дипломатия, международные правила, все это абсолютная фикция. Это все Филькина грамота. Нету никаких технических четких правил. Если сегодня большинство ключевых членов НАТО решат, что они вот Украину прямо сейчас, вот завтра примут в НАТО и вас, например, поставят во главе, а меня заместителем миссии НАТО в Украине, вот, и это как бы случится, понимаете? Потому что все это, как бы, да, там, какой-то параграф, где-то что-то поменять, это все делается за сутки, когда кому-то реально надо. Поэтому здесь вот, как бы, знаете, так уповать на эти правила, технические условия, в общем-то, и, знаете, удовлетворяться этими объяснениями, что, ну, у нас технические условия, да, идите в баню со своими техническими условиями. У нас тут, мы находимся на передовой борьбы добра со злом, мы находимся на конечнике копья демократических стран, который пытается сегодня всем этим мракобесом, всем этим Путиным, Айитолом, Ином, всем этим не дать завладеть миром, а вы нам рассказываете про свои технические правила. Параграфы не можете поменять, серьезно? Вот так надо с ними об этих технических правилах разговаривать, потому что все это чушь собачья. Нет у их этих правил. Теперь вы посмотрите, что в последнее время в мире происходит. Да, я понимаю, были какие-то вещи принятые или не принятые в международной дипломатии, вот в этом международном мире, но это все было три года назад, сейчас все это улетело в тар-тарары, сейчас правил нет. Путин все правила сломал, Путин действует как слон в посудной лавке, он убивает сотнями тысяч людей, а вы будете дальше своим параграфом следовать? Серьезно? Это вот то, как надо на пресс-конференции очередной нового генсека ООН разговаривать с этим ООН, с этим генсеком НАТО, простите, да и он, кстати, тоже, с генсеком НАТО разговаривать украинскому журналисту. Я прям вот текст написал ему сейчас. Я хочу вам сказать, Ростислав, что я сторонник вот именно такой риторики. И президента Зеленского, как вы знаете, тоже очень часто обвиняют в том, что он якобы там неблагодарный, и что у него очень агрессивная риторика. Приехал, попросил, уехал и так далее. Я считаю, что это правильно, потому что мы пытались разговаривать по-разному. И мягко, и сильно, и жестко, и слабо, и так далее, не работают. Я считаю, что такая риторика должна быть. Более того, все спекуляции вокруг того, что Украина и Зеленский неблагодарны, это все чушь, простите, это российская пропаганда. Вот это моя ремарка как журналист, прошу прощения. Издание Guardian пишет следующее. Зеленский стремится отвоевать всю утраченную территорию Украины оружием. По информации издания, некоторые политические силы США считают, что продолжение такой стратегии может привести к бесконечной войне, и единственным выходом является ограничение поддержки Украины. Хочу вас спросить, действительно ли эти политические силы США, которые считают, что деоккупация украинской территории вооруженной путем может привести к, по сути, ослаблению поддержки? И может ли эта поддержка ослабнуть в таком случае? Ну, конечно, для американского истеблишмента, и, наверное, не только, для вообще многих западных элит, в общем-то, было бы хорошо, если бы сейчас вот просто все приостановилось. То есть, конечно, к этому тащили ситуацию довольно долго, и мы с вами это видели и обсуждали, и, наверное, подтащили бы, если бы не действия решительные ВСУ, по контратакам, например, в той же Курской области. Другое дело, что Путин сдался бы на этом? Нет, не сдался бы. Путин бы наделал ракет, начал бы новые бомбежки и убил бы больше людей, чем если сейчас вот это продолжается в том виде, в котором сейчас, да, потому что Путин выжимает сейчас все соки и свои, соответственно, и у него нет возможности на хорошую подготовку, на какие-то продуманные штурмы, на заходы в какие-то области. Поэтому, в общем-то, это, конечно, были, в общем-то, такие попытки давления с тех сторон, которые хотят как раз вечной войны, которые на этом как бы что-то ловят. А для того, чтобы случилось что-то такое, что принесло бы стабильный и долгий мир, и справедливый мир, да, мы с вами понимаем, что такое справедливый мир, значит, это, конечно, не заморозка конфликта никак, да, это как раз-таки какие-то решительные действия, и потом навязывание Путину тех условий, которые выгодны демократическому миру. И по поводу, да, все-таки уж позвольте прокомментировать ваши слова о том, что кто-то там говорит, что Зеленский что-то там требует слишком, что-то там он такой, знаете, дерзкий. Слушайте, сегодня Зеленский вместе с остальными украинцами воюет вместо вот этих вот ребят в красивых пиджаках и галстуках, которые сидят там и рассусоливают. Перешли мы красную линию, не перешли мы красную линию. Путин все красные линии перешел. Вам некоторые ваши же товарищи в западном мире об этом сказали строго и четко. И поэтому вот это вот как бы разговоры о том, что там что-то Зеленский себе позволил что-то требовать, слушайте, но Зеленский за них воюет. Естественно, он имеет право требовать, а почему нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok